Преумственная отсталость У нас появляется очень много тех задатков, которые мы даже не вкладывали, то есть это или детки, которые мы говорим, достаточно яркие, артистичные, талантливые, и они на глазах растут, развиваются, то в данном случае мы замечаем, что дети достаточно простые, примитивные, и у них мышление достаточно, ну, как бы отсутствует логика, отсутствует образное мышление, отсутствуют какие-то навыки к творчеству. То есть это очень просто, примитивно, и запас памяти страдает, и что еще страдает, это страдает, опять же, моторика, они какие-то неловкие, неуклюжие, они страдают воля, страдают эмоции, то есть вот в этом плане, вот это весь в комплексе, если мы сейчас говорим, то в данном случае оно проявляется тем, что мы вдруг замечаем, что вот мышление не развивается. У них как положено. Все это сказывается и на речи ребенка? В зависимости от выражения олигофрении, чем больше выраженности, тем больше проявляются все симптомы патологии мышления, и в том числе и речи. Речь это проявление интеллекта, и мы когда видим, что у некоторых деток образное мышление, длительное, большими фразами говорят, красивыми фразами, то есть это сложные предложения, то у деток с отставанием развития, с умственной отсталостью и олигофрении речь бывает очень простая, примитивная. Иногда фразы бывают очень простые, иногда это бывает отдельными словами они говорят, иногда это бывают обрывки слов, иногда мы замечаем, что они продолжают достаточно долго какими-то гулить, как бы вот лепетать, гулить, и вообще речь проявляется позже, чем мы ждем. Некоторые детки начинают разговаривать до года, уже начинают отдельные слова, а некоторые детки при отставании в развитии начинают разговаривать уже где-то в 3-4 года, они отстают, это реально отстают, они так как отстают, так уже и продолжают отставать дальше, несмотря на то, что с ними занимаются логопеды. И чем больше выражена олигофрении, умственная отсталость, тем больше проявляется то, что они не могут произносить слова, фразы, то есть страдает именно дикция, страдает именно ясность речи, и в итоге они трудно понимают сами речи, что они говорят, или плохо понимают, что им говорят. То есть это восприятие, контакт, вот речевой контакт в данном случае страдает. Чем больше выражена степень олигофрении, тем больше проявляется задержка в развитии и яркость выраженности речи. Но в целом такие дети могут иметь проблемы с речью, алалия, афазия, дисфония, заикание. Если мы говорим про то, что нарушение речи у обычных детей бывает, в силу опять же нарушения дикции, или допустим логоневроз при заикании, то в данном случае, мы знаем, у здоровых деток, они затрудняются говорить или стесняются своей речи, но интеллект развит, память, мышление, воля, то есть личность, интеллект сохранен, только речь нарушена. А здесь именно в комплексе, то есть мы замечаем, что само развитие личности замедленное или его нет, просто развитие личности, то есть там отсутствие развития личности, то есть это воля, эмоции, интеллект, запознание, внимание, то есть оперативная память страдает, то есть знание, вот объем знаний страдает. Нет образного мышления, мышление конкретное, примитивное, то есть не только развитие речи, и если только развитие речи, мы знаем, логопед будет заниматься, это будет, а когда есть все другие еще нарушения, то мы говорим, что это действительно умственная отсталость и олигофрении. Но при легкой степени умственной отсталости у детей наблюдается связная речь, правильно? Они же ходят в школу, ходят в детский сад, то есть коррекции поддается речь? Практически при всех уровнях развития и легкой, и средней выраженной, и тяжелой, чем больше мы вкладываем в любви и старания, тем больше будет прогресс. Хотя многие пессимистически настроенные специалисты, даже родители иногда говорят, что это состояние, которое не лечится, не купируется. Чем больше мы занимаемся с детками, тем больше будет эффект, это уже доказано. Чем больше мы с ними работаем и в плане игр, и в плане речи, именно речи, то есть это то, что вот как при изучении английского или другого иностранного языка. То есть если вы учите, не проговаривая, вы не сможете потом говорить. Здесь то же самое, это пробуем говорить так, чтобы ребенок услышал четкую речь, и чтобы он повторил, пересказал или рассказал. То есть все обучение с детьми идет с любовью и с игрой. То есть чтобы он проговаривал дефекты речи. Проширяем запас слов. Чем больше запас слов у ребенка, тем больше он сможет потом что высказать, свои мысли, переживания и желания. Когда скудный запас слов, то развития не будет. Поэтому несмотря на диагноз или на IQ, если мы будем заниматься с ребенком, будет прогресс очевиден. В любом случае заниматься необходимо, чтобы ребенок мог налаживать коммуникацию с окружающими. Ведь недоразвитие речи влияет на качество общения с другими детьми, со взрослыми, с окружающими. Общение для детей очень важно, потому что кроме мамы, которая есть, это необходимость, есть сверстники, есть игрушки, есть вообще игры. Ребенок живет в сказочном мире, ребенок живет в сказках, в игрушках. Понятие должен, обязан для них существует. Поэтому есть любовь и есть то, что ему нравится. Поэтому забота родных и близких, кто любит, именно идет через то тепло, когда мы проговариваем все, что мы делаем и поясняем, что мы делаем. Когда мы играем, чем больше будет у него ярких, красивых игрушек, точных движений, мелких движений, моторики, об этом будем говорить. И чем больше мы проговариваем и просим, чтобы он тоже говорил, тем больше будет все-таки развития. Это действительно очень важно, поэтому общение с детками, несмотря на то, что иногда некоторые стесняются или кто-то из родителей старается уберечь своих здоровых развитых детей с умственной отсталостью, нам нужно этого не стесняться. Наоборот, чем больше они будут общаться, пробовать, проговаривать. Здесь в данном случае оно только будет плюсом. То есть стесняться не нужно, робеть не нужно. Здесь нужно что? Любовь и целеустремленность. Любовь и чтобы они общались через игру. Потому что при олигаршении они иногда замыкаются на тех примитивных стереотипных игрушках или на тех стереотипных каких-то играх, которые, может быть, другим детям не интересны. То есть нет вот именно какой-то логической, завершенной, ну как бы тематики игры. И если он будет рядом с детьми, со сверстниками, которые играют в машинки, в паровозики, в колесики, ну детские игры, строить какие-то пирамидки, он по крайней мере будет хотя бы наблюдать, что они делают, подыгрывать им, общаться. Это сначала на уровне детей, но детки стремятся быть взрослыми, они стремятся к старшим по возрасту и как взрослым. Вот подражание взрослым это уже рост личности. Нам нужно, чтобы они общались. Важное место восприятия окружающего мира занимает и осязание. Как развита сенсорная система у таких деток? Мир мы воспринимаем через зрение визус, через слух, через вкус и запах, через тактильные ощущения. Но удивительно, что давно изучено, что тонкие движения, тонкая моторика напрямую связана с мышлением, с развитием интеллекта. Напрямую связана. Поэтому у людей с высоким интеллектом очень точные движения, аккуратность. Они, как правило, достаточно ювелирно все делают. И это имеет прямую обратную связь. Поэтому мы уже давно заметили, чтобы развивать интеллект, развивать именно психическое развитие и способности мозга, нужны игрушки, которые дают возможность именно развивать моторику. Прямая обратная связь установлена давно. Поэтому существуют игрушки мягкие, нежные, приятные, которые не тискают одновременно эмоциональность, любовь, забота о ком-то, что-то родное. Это какие-то игрушки, которые связаны с тем, что собирают, складывают. Именно для моторики. В последнее время появились такие игрушки, которые связаны с тем, что их нужно прокручивать. Спиннеры так называемые. Вот эти вот игрушки сейчас очень модные. Мы говорим, да что она дает? Она же ничего не дает. Нет, она дает возможность этой игрушке играть, вращать и играть с ней, играть одной рукой, одной ладонью, одним пальцем. У детей, деток с олигофрении, неловкий движение. У них все падает, у них все ломается. Они не могут взять ложку, они могут себе поесть. Они, как правило, грязные, неопрятные. Одежда, тетрадки, все у них. Вот это, к сожалению, бывает. Поэтому тонкие игрушки, где нужно что-то вложить, достать, играть, проволочку, продвинуть, там, допустим, какой-то шарик или кубик по этой проволочке внутрь, достать. Очень много разных. Это деревянный дерево, это натуральный предмет, он мягкий, приятный. Или какие-то гладкие игрушки. Или, наоборот, они шершавые. Если мы говорим о раннем детском возрасте, это специальные коврики, которые имеют разную поверхность. Хрустящие, шершавые, мягкие, кнопочки. То есть, для деток 6, 7, 8, 9 месяцев, которые ползают, им специальные коврики, игрушки подвешивают, чтобы не ощущали, как оно там свистит, оно там еще подает какие-то сигналы, для того, чтобы моторика подкреплялась восприятием. Вот, поэтому для наших деток с олигофренией это необходимо, с учетом, опять же, возраста. Субтитры сделал DimaTorzok